Братья и сестры, здравствуйте. Недавно возле главного здания Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке появилась новая скульптура. Там их довольно много, и многие из них библейского характера. Например, скульптура известная в Учетиче «Перекоем с серпы на орала», где такой атлетично мощный человек, там сгибает меч, и видно уже, что он похож на лемех, будущий на будущий плуг, и там молотом его рихтует, оформляет его в будущее орудие земледелия, как у пророков написано. «Перестанут учиться воевать, народ не поднимет меча, и перекуют мечи на орала и копят свои на серпы». Такая скульптура там есть. А теперь появилась новая библейская скульптура. Там подписано так, что это изображение защитника мира и безопасности. Так и написано. «Мира и безопасности». «Defense of peace and safety» во всем мире. И имеет вид сия скульптура очень такой любопытный. Значит, там морда льва, оскаленная морда льва, крылья, как у вавилонских этих, значит, животных, которые в библейских текстах появляются тоже, там эти страшные херувимы, там крылатые. Крылья, морда льва, ноги, такие, значит, тело, тело такое типа барса что ли такое, и расцвечены цвета ЛГБТ, такой в радужный флаг такой. Люди, которые увидели эту скульптуру, этого защитника мира и безопасности, обеспокоились не на шутку, потому что, очевидно, враг перестаёт прятаться. Если надо было раньше как-то там скрываться, как бы сейчас уже никто не прячется, значит. И вот открыли 13 главу Откровения Иоанна Богослова и прочитали про зверя, выходящего из моря. «И зверь, у которого я видел, был подобен барсу, прям как там, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть льва. И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть». Вот когда люди, более-менее знающие Писание, прочли, это вот из 13 главы Откровения, описание зверя, выходящего из моря, они как бы так встрепенулись, такой, думаешь, что это такое, это зачем здесь возле ООН такое, значит, чудовище крылатое такое стоит, оскалившая пасть и защищает мир и безопасность. Слово «сочетание мир и безопасность» тоже буквально присутствует в Священном Писании. В пятой главе первого послания к Солунинам, фессалоникийцам, Павел пишет о конце света, говорит, «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать, то есть вор ночью, ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющие во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтоб день застал вас, как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня». Значит, когда, согласно мысли Павла, мир разродится последними бедами, в числе которых будет вот эта власть обманщика, человека греха, превозносящегося выше всего называемого Богом или святыней, это будет как раз под шум о мире и безопасности. Ну, это как бы понятно, то есть это легко представить себе, что давайте сотрем границы, сделаем некое единое такое глобальное человечество, тогда будет трафик наркотиков прекращен, потому что не будет приграничной контрабанды, там всякого такого, там не будет, ну, как бы уберутся теневые схемы. Воевать некому не с кем будет, потому что как бы одно государство, как бы, значит, одно правительство, кому, с кем, то есть все не будет, приграничных конфликтов там не будет, то есть нам распишут вообще прелести глобального мира с большим удовольствием. Вот, и все это будет во имя мира и безопасности. Как в Советском Союзе был такой анекдот, что войны не будет, но будет борьба за мир, от которой не останется камня на камне. Заметьте себе, что если вы помните риторику газет советского периода, да и сегодняшних, так сказать, риторов, публичных, политических, если вы слушаете, то это мир и безопасность, мир и безопасность. Вот именно в таком сочетании оно повторяется с такой назойливой постоянностью. И оказывается, что когда будут говорить мир и безопасность, то есть это станет шумовым фоном для всех процессов, тогда внезапно постигнет их пагуба. И вот защитник мира и безопасности в образе апокалиптического зверя с ногами медведя, мордой льва, скаленной, с крыльями, как у, значит, вавилонских статуи, охранявших царские дворцы, такое какое-то существо такое из другого мира, со своими такими острыми клыками должен защищать мир и символизировать защиту мира и безопасности во всем мире. Повторяю, что это ни что другое не значит, как только то, что, ну как бы прятаться больше не зачем. Ну зачем? Дело в том, что лицемерие – это последний долг, который платит порог добродетели. То есть когда блудник стесняется блуда и пытается выставить себя целомудренным, он тем самым подчеркивает, что блуд – это грех, а целомудрие – это добродетель. Когда жадный человек скрывает свою жадность, а стремится показать себя щедрым и добрым, он тем самым доказывает, что он стыдится своей жадности и все-таки считает, что щедрым быть правильно. Когда сатанист стесняется сатанизма, значит, он все-таки показывает, что он греху служит, а грех – это нехорошо. Но вот наступают времена, когда никто не хочет скрываться. Не хочу больше прятаться. Буду открыто делать это. Буду делать это открыто. Вот ООН к другим статуям монументального украшения, значит, площадок вокруг него, добавил, значит, украсился еще в кавычках, конечно. Украсился еще вот такой статуей, где уже лукавый не прячется. Почитайте прессу, там об этом все написано. А между тем, почитайте еще пятую главу Первого послания к Солунинам и тринадцатую главу Откровения. Читайте Писание, это точно поможет. До свидания.